Поста. Вот я почитал в интернете, во сколько начинается и заканчивается пост. Вот почему-то священники говорят, что в ноль начинается пост, и в 24 часа, соответственно, заканчивается. Правильно говорят. А не так, что в 6 часов вечера? Нет, это моление. К молению относятся 6 часов вечера, к богослужению. А пост, правильно, день. С нуля начинается у нас. Понятно. И богослужения, когда земные или нет, это церковные с 6. А дома у нас, мы с 12, вечером даже начинаем уже, действительно так. Вечером молимся, и уже на воскресенье, на субботу с пятницы, уже коленопреклонений нет. Поэтому переносится также на нас церковное. Ну вот еще вопрос есть такой по священному Писанию. То, что мы много там читаем про то, что ждет, в общем, за неисполнение закона Божия. Там очень яркие образы того, как Господь, ну, наказывает людей, гиенны огненные. Вот. И нету совершенно образов рая. То есть награды, как бы, за... Сказано только, что ухо не слышал и глаз не видел того, что приготовил Господь любящим его. Вот. Ну, то есть нету образа, как бы, вот. Почему так? А потому, что падение и где будет дьявол, все просто огонь. Мы его испытываем, поэтому, говорится, огонь. А что уготовил Господь? Ни ухо не слышал, ни глаз не видел, и на сердце не приходило ни одному фантасту написать, что же там будет. Поэтому в этой жизни нам не дано познать. Но только будем, как Он. И святые говорят, о, одна буква осталась. Подумать страшно, что будем такие, как по чувствованиям, как Господь. Нельзя передать, не передается, а огонь, что тут передавать? Мы каждый день огонь видим и ощущаем, и о том нам не понять никак. Иван Тихонович, а Вы помните свой первый раз вход в собрание к еретикам? Так, какое именно напомните, чтобы? Вы когда первый раз в собрание к еретикам ходили, помните? Ну? Ну, чтобы оповедовать. Первый раз это к какому времени относятся? Вы, Вы лично. Когда первый раз ходили к еретикам, помните? К еретикам когда ходил? Да. Первый раз, когда в их собрание пришли. Ну, пришел я, а у меня в кармане билет в кино идти. Ну, я вижу, время уже подгоняет. Я встал, да и пошел. Я и зашел в латышское собрание. Я не понимаю. Один подошел из них и спрашивает, как. Я говорю, да я не могу понять, как. А ты, говорит, отвечаешь мне по-латышски. Я с ним разговариваю на их языке. А вот рядом дверь открывается, это прямо в собрание. Там они были объединены баптистами с пятидесятниками. Советская власть их сбила в кучу. Я гляжу, я-то помню, у них большая простынь была впереди на стене. И вышитая на горное проповедь нитками мулине. Кажется, зеленый свет был. Я и это не понимаю. Там слова блаженные, нищие, духом. Ясное дело, нигде их я и не встречал никогда. А один за мной вышел. А молились, а там они на коленях стоят. И я там перешагнул, там через руки и ноги их пошел. Он меня к себе пригласил. Ну и вот так и было. Там меня не тронуло, я не понимал даже. Мне нужно было глазами видеть. И когда он пригласил, я пришел. Ну, допустим, я был у них там 25 сентября 1962 году. А пришел к ним уже 27-го. И мне дали Евангелие. Никого не было, никто не читал, не убеждал. Я просчитал, это то, что я искал. В собрании меня ни грамма не коснулось. А когда дали Библию, Новый Завет наедине был, там я сразу Господь меня развернул. Помню очень хорошо. Еще вопросы какие есть? Если вопросов нету, тогда отхожу. Вот так же. Продолжение следует... Продолжение следует...